Всем привет! Это я, Инстапапа. Со мной бренд-шеф в студии Вкусолов Денис Марачковский. Ребят, мы очень много вкусно готовим. Сегодня у нас будет опять крайне простое блюдо, которое приготовит даже ребенок. Что, Денис, будем делать? Приготовим мы мега-крутой бутерброд. Для этого нам потребуется три основных продукта. Это непосредственно хлеб, яйцо и ветчина. Ну и немного добавок в виде помидор, сыра. Погнали? Погнали! Давайте готовим. Итак, нам потребуется сделать непосредственно льезон. То есть яйцо, немножко масла и соли. Так. А масло вообще без разницы какое ли лучше, там оливковое, растительное? Ну, я скажу так, я своим детям буду на свадьбе готовить на оливковом масле. А так сделаем на растительном. Ребят, не выпендривайте, сделайте вот на чем у вас есть. Поэтому все просто, по-свойски и быстро. Это мы готовим завтрак. Ну, я так думаю. Да не только завтрак, я скажу так. Ты когда попробуешь, поймешь, что это можно и на обед, и на ужин сделать. Итак, обмакиваем в яйце наш хлеб и обжариваем с двух сторон. Обжариваем на смеси сливочного и растительного масла. Ну, наконец-то пришло время сливочного. Не, ребят, без сливочного, ох ты. Ну, ладно. Ничего страшного. Пусть будет. Так, склеится. Я просто, видишь, хотел прям напитать яйцом хлеб нормально. Нет, так и надо. Как бы здесь просто одно яйцо и маленькое. Не очень удобно делать это в миске. Миска, да. Миска нас в этот раз немного подвела, но ничего страшного. Итак, обжариваем с двух сторон. Дальше будем делать следующим образом. Непосредственно мы перевернем хлеб наш и выложим туда ветчину, помидоры и сыр. Ребят, ну все просто, вообще банально. Мы не делаем крутых, дорогих блюд. Мы делаем то, что вы можете приготовить у себя дома на кухне и купить это в ближайшем магазине шаговой доступности. Все просто и парк. Я переверну. Так, предлагаю выкладывать непосредственно наши продукты. То есть посыпем чуть-чуть сыра. Так. А вот скажи, сначала выкладываем или ветчину, или после помидор? Или можешь попробовать и ту, и ту вариацию? Я скажу честно, Тимур, можешь пробовать и разные вариации. Просто сейчас, когда ты выложишь, я сделаю такой шаг, который никто не ожидал. Так, помидорки уже выкладываем? Да, выкладываем. Ребят, барабанная дробь. Вроде бы все отлично, все готово, но хлопнем мы таким образом. Немного прижмем рукой, закроем крышкой. Вот это номер. И выключим плитку. Поэтому можно смело пойти почистить зубы, заварить кофе, либо включить любимую передачу, заняться всем, чем угодно, на 3-4 минуты, а потом вернуться как раз на теплой сковороде. Сыр разойдется и будет вкусно. Слушай, точно. Я вот знаю, так еще мясо для бургеров жарят, накрывают, чтобы оно там разошелся, сырок. Ну, примерно та же самая история. Все сейчас любят бургеры, но мы как-нибудь приготовим вам обязательно и бургеры, и пиццу, и все, что угодно. Мы обязательно вам приготовим много интересных блюд, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте вот такие лайки. Погнали дальше. Итак, прошло 3 минуты времени. Наш непосредственно продукт разошелся. Сырочек разошелся. Можно как бы не ждать, если у вас нет времени. Вы торопитесь куда-то или на работу. Микроволновка 2 минутки. Ну, всякое бывает. Кто-то и работает. Да, кто-то работает. Дальше берем наш мега-бутерброд. Для декора можно положить немножко зелени, а так, скажу честно, это все делать не обязательно. Черри разрежем вот так вот напополам или на 4 дольки, как думаешь? Да вот так вот, наверное, достаточно одного, да? Хоп. Да. А как правильно ложить? Так или вот так? Ну, так, по крайней мере, никуда не убежит. Давай еще тогда вот так. Ребят, все действительно прям интересно, вкусно и наожористо самое главное. Не скромничайте, ешьте вкусно. Ну что, Тимур, давай попробуем наш бутерброд. Давай. Рецепт можно найти в описании под видео. Ну и самое главное, пишите. Да, пишите, задавайте вопросы, ну и... Что бы вы хотели увидеть. Давай, разрезай. Тебе право, так сказать, дадим разрезать и показать, что здесь получилось. Давай вот как вот... Опа! Помидорка ушла, друзья мои. Ну это реально. Не, поэтому я говорю, что я не слукавил, что данное блюдо можно как съесть на завтрак, взять с собой на обед, но и даже когда в 10 вечера захочется поесть, приготовить его и съесть. На ночь, кстати, тоже вот так вкуснее. Вкуснее, да. Давайте пробовать. Да. Это вкусно. Всем добра, готовьте с нами. Ну и самое главное, не забывайте подписаться, поставить лайк. Ну и все. Что еще сказать? Ага, пока, ребят, пока. Спасибо, что посмотрели до конца. Это крайне просто, крайне вкусно и нажористо. Всем благ.